Первое слово предоставляется докладчику, академику Евгению Наумовичу Именитову. Вы видите название доклада, я не... Добрый день. Ну, все-таки у нас представление о том, совершенно разумное, что опухоль это плюс ткань, это когда клеток становится больше, это нарастание клеточной массы, в первую очередь неконтролируемое накопление клеток. Клетки самопроизвольно делятся. На самом-то деле это упрощенное понятие, которое согласуется с интуитивной логикой, но не совсем согласуется с биологическими фактами. Для того, чтобы клетки смогли сформировать плюс ткань, необходим целый ряд других событий. И в частности, все эти события перечисленные, посмотрите, их довольно много, это все различные биологические аспекты. Фактически в основе каждого события лежит отдельная мутация. Если вы посчитаете скорость мутагенеза, вообще с какой скоростью клетка может накапливать мутация, то получается, что накопление такое количество мутаций абсолютно невероятное событие. Единственный способ накопить нужное количество мутаций, чтобы сформировалась опухоль, это если на каком-то этапе возникает феномен, который называется геномная нестабильность. Это означает, что скорость накопления мутаций в опухолях значительно больше, чем в нормальных клетках. И вот это именно само явление геномной нестабильностью в первую очередь является мишенью для цитостатической терапии. Ну, посмотрите, цитостатики, это же препараты, в общем-то, во многом не специфические. Почему они обладают все-таки терапевтическим окном? Дело в том, что практически все существующие цитостатические препараты и некоторые таргетные препараты, они вызывают повреждения ДНК. Нормальные клетки обладают нормальной системой восстановления против этих повреждений, ремонта. Они восстанавливаются от достаточно большого количества повреждений. Опухолевые клетки утратили некоторые фрагменты репарации ДНК, и поэтому они не могут справляться с повреждениями ДНК. А в нормальных клетках и в опухолевых клетках существует механизм суицида. Если клетка накопила слишком много химических повреждений, она сама запускает программу самоустранения. Это обязательное явление многоклеточных организмов. На самом-то деле даже у специалистов есть определенная путаница терминологии. Что такое повреждение ДНК, что такое мутация. Это совершенно разные вещи. ДНК состоит из нуклеотидов аденин, гуанин, цитозин, тимин. Если структура одного из этих нуклеотидов нарушается, это и есть химическое повреждение. Например, вместо гуанина оксагуанин. Гуанину добавилась за счет химических процессов какая-то дополнительная группа. Это ненормальное явление, такие нуклеотиды устраняются. Однонитевые разрывы ДНК, двунитевые разрывы ДНК. Это нарушение химической структуры ДНК. Они должны устраняться. Они устраняются ферментами репарации ДНК. Если этого устранения не произошло, вот тогда накапливается мутация. Мутация – это уже функциональное событие. Это изменение последовательности ДНК, когда меняется функция белка. Вот как раз мутации – это уже конечный результат. Мутации не могут распознаваться системами репарации ДНК. Это результат, когда репарация ДНК не справилась. Но так или иначе, всегда в основе любой опухоли есть какие-то нарушения репарации ДНК, которые приводят к тому, что накапливается количество мутаций. Если эти мутации затрагивают анкогены и антианкогены, именно так возникает опухоль. Примерно четыре сотни ферментов так или иначе участвуют в репарации ДНК. Но опять же, это совершенно разные каскады, совершенно разные модули. Отдельные системы исправляют однонитевые ДНК. Разрывы однонитевых системы ДНК. Однонитевые разрывы ДНК. Отдельные ферментативные модули конструкции устраняют двунитевые разрывы ДНК. Отдельные модули устраняют модификации отдельных пар оснований. И уже сейчас известны отдельные группы опухолей, слово-слово «отдельные», которые характеризуются определенными дефектами репарации ДНК. Например, синдром Линча, наследственный рак толстой кишки, рак эндометрия. Там нарушена так называемый термин «репарация неспаренных оснований ДНК». Суть такова, что подобные опухоли накапливают огромное количество точковых мутаций и за счет этого становятся иммуногенными. Другая группа опухолей, в первую очередь это БРК-ассоциированные опухоли, наследственные опухоли молочной железы и яичника. Это опухоли, которые не могут справляться с репарацией двунитевых разрывов ДНК. И это тоже отдельная группа опухолей с отдельными лекарственными препаратами, включая парп-ингибиторы, которые оказывают лечебное воздействие. Существенно, что если мы говорим о БРК-ассоциированных раках, то изначально вся эта наука создавалась на наследственных опухолях, но многие обычные ненаследственные опухоли являются фенокопиями. Они развиваются по такому же механизму, как и споразические опухоли, и тоже характеризуются избирательной лекарственной чувствительностью. В основе одна из функций ферментов БРК-1, БРК-2 – это участие в так называемой гомологичной рекомбинации. Это один из способов восстановления клеток после двунитевых разрывов ДНК. Как подобный разрыв можно устранить? Здесь природа использует удивительное явление. У нас же каждый ген представлен в двух копиях – одна от мамы, другая от папы. Вот и получается, что у нас всегда есть резервная копия, которую можно использовать в качестве матрицы. За счет этого очень сложного взаимодействия различных белков, суть данного механизма репарации – это использование оставшейся другой копии гена для устранения двунитевого разрыва, для устранения повреждения. Так или иначе, БРК-ассоциированные раки имеют уникальное терапевтическое окно. Если нормальные клетки, у них мутация только в одной из двух копий гена, они сохраняют все полностью функциональные компоненты системы репарации ДНК, то опухолевые клетки, они возникают за счет соматической мутации. В одной из клеток молочной железы или в одной из клеток яичника за счет случайного события соматической мутации происходит инактивация, повреждение оставшегося второго аллеля гена БРК и отсюда утрата системы репарации ДНК посредством гомологичной рекомендации, утрата у клетки, способность восстанавливаться после двунитевых разрывов ДНК. Именно эта избирательность лежит в основе того, что именно БРК-дефицитные опухоли это чаще всего наследственные опухоли, сейчас все более пишут о том, что это некоторые разновидности спорадических опухолей. Те опухоли, которые характеризуются БРК-дефицитом, они демонстрируют уникальную, совершенно неожиданную чувствительность к платиносодержащим препаратам, к метамицину С, к некоторым другим цитостатикам и к парпингибиторам. Именно парпингибиторы, как таргетные препараты, создавались сознательно на основе концепции об избирательном БРК-дефиците. И я с удовольствием показываю первую картинку с парпингибиторами. Это пациентка с раком молочной железы, которая лечится у Владимира Михайловича. У нее обнаружена мутация БРК-2. Вот, посмотрите пример. Воздействует парпингибитор. Спустя несколько недель полностью устраняется полный метаболический ответ. Моментальный ответ. Почему? Потому что есть мишень. На самом-то деле, почему выбран в качестве мишени именно фермент парп? Фермент парп в норме участвует в процессах репарации ДНК, которая называется удаление оснований ДНК. Удаление поврежденных оснований ДНК. Суть этой репарации заключается в том, что если у вас возникает поврежденное основание ДНК, то оно удаляется и возникает одноничевой разрыв. Это абсолютно нормальный процесс удаления поврежденных оснований ДНК. Если клетка получит ингибитор фермента парп, то тогда эти одноничевые разрывы будут накапливаться, потому что клетка будет не способна восстанавливаться после одноничевых разрывов ДНК. Следующий этап восстановления. Как клетка восстанавливает одноничевые разрывы ДНК? Одноничевые разрывы ДНК конвертируются в двунитевые разрывы ДНК. И вот это уже становится губительным именно для БРК ассоциированных опухолей. Если нормальные клетки способны восстанавливаться после двунитевых разрывов ДНК, то те клетки, у которых мутация в гене БРК-1, они демонстрируют так называемую синтетическую летальность. Когда один фермент репарации ДНК в клетке поврежден, клетка может восстанавливаться после разрывов, а когда у нас сочетание двух дефектов репарации ДНК, это уже комбинация летальная. Отсюда и понятие синтетической летальности. Нормальные клетки, они имеют только инактивированный фермент парп, потому что назначается препарат, все равно организм подобное воздействие переносит. Опухолевые клетки, в которых и БРК-дефицит, и дефицит фермента парп, вот такой сочетанный эффект, это то, что называется синтетическая летальность, когда перенести два, привреждения двух модулей ДНК клетка не может, и эта клетка опухолевая. Ну, так или иначе, сейчас существует несколько парп-ингибиторов, это все пероральные препараты, в том числе и лопарип, это пероральный препарат, который является специфическим ингибитором фермента парп, и который достигает того, что в результате его воздействия именно опухолевые клетки у БРК-носителей погибают, в то время как нормальные клетки переносят назначение подобных препаратов. Ну, еще раз, схема с анимацией, которая показывает этапы этого процесса. Вот у нас в норме возникают однонетевые разрывы ДНК, которые конвертируются в двунетевые разрывы, которые восстанавливаются в норме при воздействии каких-либо повреждающих агентов. Если у нас сочетанное повреждение системы гомологичной рекомендации, тогда у нас клетка не может восстанавливаться после двунетевых разрывов ДНК, и именно БРК-дефицитные клетки демонстрируют феномен синтетической летальности, феномен избирательной чувствительности к парп-ингибиторам. И еще раз, такая же схема, которая, в общем-то, демонстрирует избирательность воздействия парп-ингибиторов именно на БРК-дефицитные клетки. Спасибо за внимание. Аплодисменты